Я вас приветствую! В этом видео мы поговорим о том, как использовать подписные формы для трех разных сервисов, для того, чтобы их вставлять на сервисе vistia.com и когда ваше видео заканчивается, чтобы появлялась подписная форма подписки. Итак, в комплекте что есть? Давайте коротко разберем. Есть три папки с тремя разными сервисами. Goodly Pro, JustClick и Smart Responder. Используйте любой сервис. В каждой папке, давайте открою на примере Smart Responder, в каждой папке есть у нас с вами четыре формы подписки, точнее две формы подписки. Это большая одиночная форма подписки, сверстанная, сделанная с помощью верстки тега в div. Вторая же, под номерами два, это верстка в табличном стиле. Возможно, она не подойдет для сервиса vistia.com, но я их оставил. Возможно, они вам будут более удобны для того, чтобы использовать их на своих сайтах. Используйте именно для этого их. Итак, что же мы сейчас с вами сделаем? Давайте на примере Smart Responder я разберу весь процесс вставки формы подписки на сервис vistia.com. Итак, я открываю блокнотом. Блокнотом я открываю форму подписки. Допустим, вот у меня Smart Responder. И в Smart Responder у меня есть под номером один, вот большая форма подписки. Я ее перетаскиваю и открываю. Вот, собственно, теперь вам осталось заменить призыв к действию над видео. Это текст. Находим мы его. Смотрим, что у нас здесь есть. Вот русская фраза. Заполните форму ниже и получите демо-версию. Тег BR, переход на новую строчку. Виджет автовебинара с YouTube. Меняем на свой текст. Далее ничего не меняем, а опускаемся по форме ниже. Находим, смотрим, строчка 45-46. Находим здесь три цифры, идентификаторы вашей рассылки. Первая цифра 0 это маркировка вашей формы подписки. Вторая это номер вашего аккаунта на Smart Responder. UID-Edit это номер вашей рассылки на сервисе Smart Responder. Как правятся эти идентификаторы? Для этого смотрите, в папке Smart Responder есть PDF-руководство. И в каждой папке есть такое руководство. Открывайте его. Увеличиваю его побольше. Ой, так это много. Не пугайтесь того, что здесь другая форма подписки. Абсолютно не важно. Главное, чтобы вы поняли суть, где найти идентификаторы. И для того, чтобы их заменять. Просто просмотрите этот мануал. И вот уже как пример кода, есть здесь выделенные красными рамочками. Вот этот вот идентификатор. Я думаю, здесь ничего сложного нет. Создадите на Smart Responder форму. Найдете, замените идентификаторы. Когда вы все это заменили, настроили. Вы теперь выделяете всю форму подписки. Для этого я нажал Ctrl-A и Ctrl-C. Теперь я перехожу на сервис vistia.com. У вас уже должно быть загружено видео. Сделаны предварительные настроечки. Сделайте это. Нахожу при редактировании вот такую вот молнию. Открываю ее. Далее нахожу Timeline Action. Функцию. Жму по ней. Так, не получилось. Сейчас обновлю страничку. Так, жму на молнию. Приветствую вас, друзья. И так, останавливаю видео. Timeline Action. Далее смотрим. У меня уже есть Timeline Action. Так, я удалю его. И заново сейчас создам. Кстати, смотрите, можно здесь же создавать аннотации. Мы видим вот аннотация в верхнем правом углу PDF-инструкция. Вы можете свой текст писать. Вставляете ссылочку, куда аннотация должна вести. Кстати, очень классно показывается на мобильных устройствах, на планшетах. Это то, что не делает, например, YouTube в своих аннотациях. Здесь мы аннотации рабочие. Вот. Начало показа этой аннотации. И конец показа аннотации. По времени настроили. Мы же с вами идем и нажимаем кнопку ADD-CL to Action. Добавить действие. Выбираем здесь HTML-код. И в этом HTML-коде у вас ничего не будет. Вот будет пустое такое. Вы вставляете сюда нашу форму подписки. И мы получаем вот такую вот форму. Кстати, видите, кнопочка даже такая. А гиперактивное при наведении меняет цвет и меняет позицию. Все. Вот так она работает. Видите, человеку идет предупреждение, что нужно заполнить поле. Человек заполняет, нажимает подписаться, подписывается. Поздравляю. Ваша форма настроена. Теперь. Что здесь нужно сделать? Выставите время показа. Можно прямо в конце видео. Вот это как раз случай, когда я вам рекомендую это делать. Вот. Далее. Далее. Для тестирования этой формы я бы рекомендовал, что сделать. Пойти в панель управления. Включить здесь Play Bar. И нажать кнопочку наверху сохранить. После сохранения запустить видео. Перемотать видео в самый конец. Запустить его еще раз. И вот у нас в конце нашего видео показывается форма подписочки. Вот так это все работает. Мы проверили. Возвращаемся к нам опять в наши настроечки. Здесь у нас находим контроль. И удаляем Play Bar. Отключив птичку, нажимаем сохранить. Замечательно. Все мы с вами сделали. Все мы настроили. И теперь, теперь с легкостью мы можем взять код для вставки на наш сайт. Для этого находим Embed кнопочку. Жмем на нее. Смотрим. У нас появляются с вами настройки вставки. Видеоразмер меняем на нужный нам. Допустим, по ширине хочу 800. По высоте он автоматически сам подберет. Далее смотрим. Здесь есть у нас ставка стандартный плеер. Это через теги div. Кстати, используйте его. И есть старый плеер через iFrame. Я вам рекомендую стандартный. В тегах через теги div как раз идет адекватный показ во всех сервисах и мобильных приложениях. С фреймом бывают сбои. Все. Берем, копируем теперь наш код. Выделяем, копируем и идем вставлять на наш сайт. Если у вас приобретен HTML-код скрипта автовебинара через Vistio, то вам отсюда нужно будет взять только идентификатор видео. Вот он. Я его выделил перед фразой SEO фальшь и после нижнего подчеркивания. Пример, как у меня говорит синий. Выделили, вставили. Возвращаюсь я теперь с вами в наш комплекте. Давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Есть у нас прямая ссылка на сервис Vistio.com. Есть ссылочка посетить мой блог. Есть ссылка на бесплатные уроки в программе Adobe Muse. Вот вам, кстати, на правах рекламы. Перейдите, подпишитесь и получите 4 видеоурока по базовым знаниям того, как вообще работать с программой Adobe Muse и что она может вам сделать. Плюс тут шаблон есть, да, по настроечке. Опять же, на правах рекламы было. Я же возвращаюсь. Смотрим. Ссылки на видеоуроки. Ну, раз вы смотрите это видео, значит, вы нашли права использования. Права использования, опять же, смотрите. Если вы этот комплект приобрели, то вы не должны его раздавать бесплатно. Я думаю, этические, моральные принципы вы соблюдаете. Закон изобилия на вас тоже распространяется. И давайте на примере теперь, давайте на примере теперь JustClick'а. Я разберу подобную, да, подобную уже инструкцию, как это все работает. Точно так же у нас в комплекте формы подписки есть. Я рекомендую вам брать с цифрами 1. Они сверстаны как раз по принципу div, тегов. И открываем руководство. Точно так же изучаем данное руководство. Ищем, где здесь индификаторы, как они создаются и где взять этот индификатор рассылки. Все очень-очень просто. На самом деле ничего сложного нету. Заменяем вот эти индификаторы на свои. И получаем с вами результат. Да, настроенную форму, которую мы вставляем с вами уже на сервис Vistia.com. Все, на этом, друзья, я прощаюсь. Используйте в корыстных целях ваши, собственно, видео, которые вы транслируете на своих сайтах с помощью Vistia.com. И пусть в ваших видео работают аннотации, пусть в ваших видео работают формы подписки, которые приносят вам будущих подписчиков и клиентов. С вами был Александр Новиков. Большое спасибо за внимание.